МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Провалилась первая в истории современной России лунная миссия «Луна-25». Новые правила отпуска рецептурных препаратов в российских аптеках, которые начнут действовать с 1 сентября, вызывают недоумение и у врачей, и у администрации аптечных сетей, и у пациентов. Также сегодня. Мы ненавидим эту страшную кровавую войну. Мы говорим славу Украине. Мы говорим «Живе, Беларусь!» Мы говорим «Россия будет свободной». Мы говорим «Свободу» Алексею Навальному. В годовщину отравления Алексея Навального в городах Европы и Америки прошли акции «Путин-убийца». Не менее семи человек, в том числе шестилетняя девочка, погибли. Более 150 пострадали в результате ракетного удара по Чернигову со стороны России в минувшую субботу. Чернигов находится относительно недалеко от российской границы, поэтому времени на то, чтобы укрыться после объявления воздушной тревоги, у местных жителей было очень мало. Большинство погибших и пострадавших находились на площади перед зданием местного драматического театра, в который попала ракета. Многие из них возвращались со службы, посвященной православному празднику «Яблочный спас». Вот что говорят очевидцы. Мне показалось, что что-то не то. Поднял голову, и тут взрыв. Ну вот возле ступенек, практически, с краю ступеня, который на входе в театр. Ракета Дэвпала? Она посреди театра выпила. Я посмотрел, там, по-моему, спой, вот это вот, где, перед зала, перед этим. Оно пробило крышу и взорвалось внутри. Ну и сын же говорил, ты был в церкви сегодня? Ну вот считай, что ты бил. Была на рабочем месте, и за секунду взрыв, и плита упала мне на голову. Я была со своей подружкой. Она зашла просто в гости на пять минут ко мне. Если б не она, то я бы, наверное, не вышла. Она меня вытягивала. Это страшно. Когда тут это, эко, там раненые, скорые, у нас тут здесь все стекло. Все это жах. Это просто жах. Как выяснилось, в здании драматического театра в Чернигове проходила выставка беспилотных летательных аппаратов. Судя по всему, именно она была целью удара. Участники выставки практически не пострадали. Все они своевременно спустились в бомбоубежище сразу после объявления воздушной тревоги. Говорит Валерий Боровой, командир спецподразделения боевых дронов ВСУ. Прозвучали сирены в телефонах. Я свое отключил. Организаторы попросили всех спуститься вниз в бомбоубежище. И потому уже буквально через 10 минут после того, как была объявлена тревога, был несен удар. Чудо, что не было десятков и сотен погибших. Это большое чудо. И только благодаря тому, что это серьезное здание с перекрытиями между первым и вторым этажами. Я с вами сейчас говорю, потому что меня не было на втором этаже. Это был Валерий Боровой, командир спецподразделения боевых дронов. У многих в Украине вызвал возмущение тот факт, что выставка боевых беспилотников проводилась в месте, где обычно много мирных жителей, которых никто об этой выставке не предупредил. Организаторы пытались оправдываться тем, что и сами участники выставки были предупреждены о ее проведении всего за несколько часов до начала. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и сейчас проводит проверку. В Московской области минувшие выходные вновь подверглась атакам беспилотников. Во всех аэропортах Москвы вводился режим «Ковер». Во время действия этого режима полеты были запрещены. В Курске беспилотник врезался в здание местного железнодорожного вокзала. Там возник пожар. Была также атакована база ВВС России в Сальцах. Это в Псковской области. Там, судя по всему, сгорел стратегический бомбардировщик Ту-22М, используемый для ракетных обстрелов Украины. Совершивший короткие поездки в Данию и Нидерланды, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВВС Украины получит 61 истребитель F-16. Истребители будут переданы Украине после того, как необходимое обучение пройдут украинские пилоты и будет создана необходимая инфраструктура. Тренировочные миссии украинских пилотов в Дании уже начались. Передача истребителей Украине полностью завершится не ранее 2025 года. А в парке «Патриот», это в подмосковной Кубинке, завершился форум «Армия-2023». Это российская выставка вооружений, которая уже второй раз проходит на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Исследователь истории современного развития танкостроения Андрей Тарасенко, с которым побеседовали мои коллеги Марк Крутов и Сергей Добрынин, говорит, что война оказала влияние на развитие российской оборонной промышленности, но это влияние оказалось ситуативным и лишенным единой стратегии. Сделать вывод, что надо отказываться от масштабных малоперспективных проектов, а вместо этого усовершенствовать имеющиеся уже виды вооружений, российская оборонка не в состоянии. Как говорится, сделать такой вывод – это все равно, что оторвать часть себя, это все равно, что переступить через свои принципы. Это было их сутью, это было их главным. Вот эти вот проекты, новые физические принципы, новое поколение, все эти вот громкие пиар-проекты, которые уже слились с оборонно-промышленным комплексом РФ, перепрыгнуть не просто через голову, а через два роста своих. Вот такие вот проекты. Переступить через два поколения и создать то, что-то, что превосходит существующее. То есть проекты не поступательные, не какие-то разумные решения, которые, собственно, эволюционно, без вероятных фиаско, только вот эти вот проекты. Но, конечно же, да, такая тенденция появляется, но она еще не стала в полный рост. Будет ли это иметь продолжение? Посмотрим. Что деградировало, по сути, научные центры, которые были заняты исследованием и формированием концепции развития бронетанковой техники. В НИИ «Трансмаш», который превратился, что-то, видимо, в стиле дома престарелых, и 38-е НИИ в Кубинке, которая превратилась в организацию, и, скажем так, которая пляшет на заказ и делает для кого скажут соответствующие выводы о положительных либо отрицательных качествах образца. Ну, собственно, в НИИ «Трансмаш» тем же самым занимается. Вчера они говорят о существенных проблемах и отставании парка танков ВСР. Завтра они будут говорить о тотальном его превосходстве над странами НАТО. То есть, что им скажут? При Сердюкове коэффициент военно-технического уровня одной и той же машины был, допустим, единиц. А при Ужа Шойку он повысился магическим образом до двойки. Ну, это цифры такие вот образно. Нету центров, которые, как бы так, формировали бы стратегию развития отрасли. Каждый пляшет, как хочет. Кто-то придумал, что-то поставил, прилепил. То есть, это вот уже превратилось в что-то, вот, в такие вот независимые друг от друга кружки по модернизации в стиле «Очумелые ручки». Как получится, так поставим. Поставим контейнер не вертикально, поставим его боком как-нибудь или засунем его куда-нибудь. То есть, куда он влазит, как я уже упоминал, некому формировать там уже направление развития. То есть, там уже этого умерли, как бы так вот, старые центры. Ушло поколение, кто это мог делать, и нового не сформировалось и не сформируется. Это был исследователь истории современного развития танкостроения Андрей Тарасенко. Что касается анализа конкретных видов вооружений, представленных на выставке «Армия-2023», очень рекомендую прочитать обзор моих коллег Марка Крутова и Сергея Добрынина. Он называется «Потемкинские деревни на гусеницах». Все это есть на нашем сайте www.svoboda.org. И теперь о громком провале Роскосмоса. Миссия «Луна-25», первая лунная миссия в истории современной России, потерпела неудачу. По этому поводу появилось огромное количество мемов. Я же приведу формулировку сообщения Роскосмоса, опубликованную в телеграм-канале космического агентства. Цитата. «По результатам предварительного анализа в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Подготовка российской миссии «Луна» ранее осуществлялась в сотрудничестве с Европейским космическим агентством, которое вышло из проекта из-за войны России в Украине. И это могло быть одной из важнейших причин провала этого проекта, так полагает популяризатор освоения космоса, блогер Виталий Егоров. Точно неизвестно. Роскосмос пока не распространяется. Может быть, они сами и пока не знают. Но тут либо программная ошибка, что-то неправильно, там дали какие-нибудь координаты, внесли неправильные, либо это сбой в системе управления. Сейчас по слухам ходят такие подозрения на блок инерционной навигационной системы. То есть это такой блок, который позволяет понимать положение космического аппарата. И этот блок вообще приводил к задержке создания этого космического аппарата. Этот блок нужно было импортозамещать, потому что тот, который изначально предполагалось покупать для этого аппарата европейский, на него подействовали санкции еще после 2014 года. Несколько лет приходилось там потратить на то, чтобы создать новый блок уже отечественного производства. Потом подготовить его. Потом в конце оказалось, что он не соответствует техническим требованиям. И пришлось Роскосмосу не перестраивать блок под технические требования, а переписать технические требования под этот блок. Иначе тогда бы к срокам запуска не успевали. И, возможно, это как раз и привело к этой аварии. Но пока, снова пощеркну, точно непонятно. Советский Союз, он много космических аппаратов разбил об Луну и, в конце концов, добился заметных успехов. И в первой посадке мягкой на Луну, и в луноходе, и в заборе в автоматическом режиме лунного грунта. Но по-прежнему, даже несмотря уже на накопленный опыт, у него были аварии неоднократно. Поэтому здесь возможность достичь успеха все-таки есть, даже несмотря на санкции. Но вероятность, что Роскосмосу дадут такой от власти, от государства, такой карт-бланш на ошибки. Давайте бейте сколько угодно, но там в конце добейтесь. И дадут деньги соответствующие. Вот на это уже рассчитывать мало надежды. И, возможно, даже вот эти проекты, они либо пострадают, там, может быть, какой-нибудь из них закроют, либо сдвинутся просто далеко. Собственно, передвижение этих проектов, отсрочивание от ранее запланированных, ранее объявленных годов запуска, оно уже произошло. И оно также произошло до крушения Луны-25. Там буквально за 2-3 дня до этого глава Роскосмоса Борисов сказал, что вот Луна-26 полетит там в 27-м году, Луна-27 полетит в 28-м году. Раньше, если поднять там все объявления, что Роскосмос говорил про эти космические аппараты, никогда этот обещанный срок не перешагивал через рубеж 25-го года. Потому что у Роскосмоса на 25-й год нужно прописывать новую федеральную космическую программу на 10 лет. Он такими десятилетними программами работает. Вот там была 2005-15, 15-25. И что будет после 25-го года, сколько Роскосмос получит денег, сможет ли он реализовать вот эти полеты, он сейчас не знает. Ему денег дали до 25-го года. И он вообще был обязан все три аппарата запустить, 25, 26, 27. Я так понимаю, что причина в санкциях, которые пришли еще после 22-го года. Если они Луну-25 не коснулись, потому что для нее электронное оборудование закупалось до 22-го года и только в условиях действий санкции 2014-го года, то теперь, видимо, санкции уже настолько ужесточились, что даже повторить Луну-25 Роскосмос не может. Ему придется переделывать снова конструкцию под новые санкции, искать новых поставщиков электроники, там может быть Китай, если он захочет это сделать и получить себе конкурента на Луне. В любом случае, мы видим, что сроки поплыли, уходят в какую-то невообразимую даль. И все это еще было до аварии. А сейчас, скорее всего, это будет еще как-то скорректировано. Но, если вспомнить тот же Фобос-Грунт, после его аварии тоже все планы ушли вперед, а некоторые даже и отменились совсем. Возможно, после Луны-25 что-то подобное тоже произойдет. Это был популяризатор освоения космоса, блогер Виталий Егоров. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 августа. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». С 1 сентября в России начнут действовать новые правила отпуска рецептурных препаратов. У аптек изменится форма отчетности. Медики должны будут выписывать рецепты строго по установленной форме. А пациенты не смогут купить лекарства без назначения врача. Новшества, обусловленные постановлением российского правительства, казалось бы, стоило приветствовать. Ведь больные не будут заниматься самолечением, а в аптечные сети перестанут безнаказанно утекать бесплатные лекарства из стационаров. Однако, хотя постановление правительства принято еще в марте, никто не потрудился дать нормальные разъяснения. Между тем, с аптек будут спрашивать строго, и в случае продажи рецептурного препарата без рецепта провизоров будут штрафовать. О трудностях, с которыми столкнутся медики, а с ними и пациенты, говорит главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, доктор медицинских наук Андрей Прадео. С интервью с ним записала Лиля Пальвелева. За последние годы я не помню, чтобы врач в стационаре, кроме выписки, снабдил еще пациента горкой выписанных рецептов на бланках, для того, чтобы тот пошел после этого в аптеку. Потому что до последнего времени, в принципе, вот такой выписки, в кавычках, хватало для того, чтобы купить какие-либо препараты. За исключением препаратов особой группы наркотических или специфических под специальному учету. Это первая часть истории. То есть мы должны будем вернуть вот этот процесс выписки рецептов и понимание о том, что это есть действительно абсолютная необходимость для врача получить результат в лечении, если пациент не снабжен этим рецептом, считай, не произошла нормальная консультативная работа. А теперь я переверну медальку и скажу, а что делать аптеке, которая, в общем-то, является бизнесом и бизнесом частным, которая должна резко ограничить продажи препаратов. Если мы говорим о 70% с точки зрения упаковок, то, в общем-то, более-менее дорогостоящий препарат, если не брать БАДы, которые тоже иногда стоят дорого, да, наверное, вот эти препараты рецептурные являются основой для объема продаж. Ты просто отказываешь людям в оказании конкретной услуги, вызываешь недовольство. Ты не даешь им возможность лечиться. Они тебя провоцируют на нарушение законодательства, поскольку они просят тебя продать и, в общем-то, деваться тут некогда. И дальше возникает система несоответствия. А Дамоклов меч висит и говорит, «Ребят, я же хотел все как лучше, а получилось как?» Мне кажется, не очень хорошо. Считаю, что все должны иметь свою вот эту вот долю ответственности. Пациент должен знать свои права и обязанности. Врач должен выполнять свои права и обязанности. Только при условии вот этих двух прав и обязанностей, аптека и провизор, будет выполнять качественно свою задачу. Потому что ему нужно, чтобы ему принесли нормальный, оформленный по всем правилам рецепт, он выдал и занес все правильно в систему. Я скажу сейчас очень крамольную вещь, что большая часть врачей вообще не в курсе. Они вообще не в курсе, что эти нововведения должны как-то отразиться на их работе. И это, с моей точки зрения, серьезнейшая проблема, потому что, опять же, весь вес контроля этого дамоклого меча сейчас висит над аптекой, а не над специалистами, которые должны заняться именно выписыванием рецептов и контролем выписки рецептов. Но нету этого. Система эта должна быть внедрена через медицинскую инфраструктуру и должна быть действительно серьезным образом, ну, если хотите, продавлена. Ведь рецепты-то откуда-то надо взять. Не врать же будет где-то идти в типографию и их сам печатать. Он же где-то должен их получить, потом себе завести какое-то правило. Но я думаю, что здесь определенная формализация этого процесса. Да, у меня лично, из-за того, что я человек старой школы, у меня есть своя печать и некое количество бланков у меня в рабочем столе, которую я могу подписать. Но, простите, я заканчивал институт в прошлом веке. Когда я был молодой, я думал, не буду таким брюзжащим стариком. А тут получается, что приходится обращать внимание, что действительно есть разница. Я говорю, что студенты сейчас прекрасные, сейчас они много знают и умеют. Они сейчас прекрасно знают сердечно-легочную реанимацию и экстренные состояния пациента. Но навык написания рецептов и банальные вещи пропали. Мне кажется, нужно было взять время и сделать пилотные, что называется, проекты, и делать систему постепенного введения. Ведь за рубежом, во многих странах мира, большинство препаратов ты не можешь купить в аптеке без наличия рецепта. Почему? Да потому что, во-первых, многие лекарственные препараты у них оплачиваются страховой компанией. Во-вторых, в общем-то, это именно действительно как раз строгое выполнение закона, что рецептурный препарат, он должен продаваться по рецепту. С одной стороны, прийти к этому, это правильно, потому что мы будем иметь учет, контроль, все будет назначено, но только нельзя одним так щелчком пальца с 1 сентября взять и все это сделать. Так не бывает. Это был доктор медицинских наук Андрей Прадеус. Интервью с ним записала корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева. На эти августовские дни приходится много годовщин. Это путь ГКЧП 1991 года, дефолт 1998. Сегодня, 21 августа, исполняется 55 лет со дня вторжения в Чехословакию войск стран Вашсавского договора. С этого началась продолжавшаяся 23 года советская оккупация Чехословакии. Ну а вчера, 20 августа, исполнилось 3 года со дня отравления в Томске основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сторонники Навального стали инициаторами проведения 20 августа акции «Путин – убийца». Митинги в поддержку Навального, других политзаключенных в России против российской агрессии в Украине прошли во многих европейских городах и в Соединенных Штатах. Приведу фрагмент выступления в Нью-Йорке, осудившего войну в Украине и репрессии в Белоруссии лидера российской группы «Ногу свело» Макса Покровского. Это государство, для которого является нормальным отравление политика, блогера, как они его называют, но в данном случае, в случае с Навальным, это отравление политика. Наверное, то, что странно, но слова этой песни о том, что мы на языческом костре сжигаем своих братьев и сестер, обрели такой смысл полтора года спустя. После отравления Навального полтора года назад началась эта кровавая война, и мы сейчас, ну не мы с вами, слава Богу, а наша первая страна, Россия, истребляет тех, кто раньше, или, по крайней мере, кого раньше мы имели смелостью называть своим братским народом, теперь тот народ, который либо никогда, либо еще долго не захочет называть Россию братским народом. Все это очень плохо. Мы продолжаем делать свое дело. Мы продолжаем говорить то, что мы можем. Я ненавижу то, что происходит. Мы говорим о том, что мы ненавидим эту страшную кровавую войну. Мы говорим славу Украине. Мы говорим «Живе Беларусь!» Мы говорим «Россия будет свободной!» Мы говорим «Свободу Алексею Навальному!» Это был фрагмент выступления российского музыканта Макса Покровского на митинге в Нью-Йорке в рамках акции «Путин – убийца». Нельзя сказать, что эти акции в Европе и Америке были очень многочисленны. В России же, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, были задержаны 8 человек, вышедших на одиночные пикеты с антивоенными плакатами. Задержания проводились в Москве, Петербурге, в Хабаровском крае и в Кабардино-Балкарии. На пятерых пикетчиков были составлены административные протоколы. Четыре по статье о нарушении правил проведения митингов. А на Сергея Рябушева в Петербурге за нарушение антиковидных правил. Это уже, как сейчас принято говорить, фишка правоохранителей северной столицы. Не могу обойти вниманием очень печальное событие. В минувшую субботу на 82-м году жизни умер замечательный артист Игорь Юсулович. Он в основном был известен по эпизодическим ролям в кино, но большинство этих ролей зрители помнят и любят. Игорь Юсулович озвучивал фильмы, преподавал в ГИТИСе, занимался режиссурой и много играл в театре. Мне посчастливилось увидеть его в «Черном монахе» на сцене московского ТЮЗа. Это впечатление на всю жизнь. Был Игорь Юсулович и нашим гостем. Если у вас есть время, переслушайте программу Виктора Шендеровича с его участием. Это очень и очень интересно. Юсулович выступал в защите участников протеста на Болотной площади в 2012 году против уголовного преследования группы «Пуссирает» после ее акции в храме Христа Спасителя. В 2014-м после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе Юсулович был одним из инициаторов Конгресса интеллигенции против войны. Он также поддерживал арестованного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Послушайте, что Игорь Юсулович говорил тогда в 2018 году. О его человеческих качествах, например, говорит то, что голодовку, которую он объявил, он объявил не для того, чтобы что-то себе потребовать, а он объявил голодовку, требуя, чтобы освободили, насколько я знаю, политических заключений украинских. Виноватые люди голодовок не объявляют, потому что им жизнь дороже, чем честь. А здесь есть поразительная позиция, есть достоинство. Мало кто задумывается о том, что вот такие действия в гостей, они приводят к очень скверным последствиям. Они разрушают мораль, нравственность, и им потом откликнется. Судят за то, что человек имеет собственное мнение, собственный взгляд, имеет определенные резоны так думать. Судят за это. Не разговаривают. Какое преступление? Когда я вижу, что сейчас происходит, там одного посадили, другого посадили, да, что же такое происходит? Почему они все воруют? Это же все люди во власти сидящие. Это значит не с людьми что-то, это значит что-то в системе порочное. Это был Игорь Ясулович. Артист Игорь Ясулович умер в Москве на 82-м году жизни. И последнее на сегодня про русский мир. Я вас любил. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, дуробостью, даревностью томи. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый быть другим. Известное каждому стихотворение Александра Пушкина читал аспирант Уральского федерального университета 32-летний Франсуа Джеласили, родом из Габона. Он работал инженером-исследователем и в 2019 году разработал предложение по интернационализации национальных валют стран Африки. В том же году Франсуа стал одним из семерых, кто получил в России звание иностранный студент года. 18 августа, когда Франсуа Джеласили обедал в ресторане быстрого питания в Екатеринбурге, туда вошли двое парней, и, как пишут местные СМИ, один из них сказал, о, смотри, негр, давай его черканем. В возникшей после этого драки Франсуа Джеласили получил два удара ножом. Он скончался от потери крови. Родители подозреваемого в убийстве уверяют, что их сын увлекается рисованием и музыкой, никогда раньше не применял нож, который при этом носит с собой всегда, наносил удар, обороняясь. Деньги на адвоката для убийцы собирают неонацисты. Силовики это преступление комментировать отказываются. Вы слушали информационный дайджест «Премия Свобода». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». Вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время Свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин